привет все мои подписчики гости канала в этом видео я вам покажу как сделать можно вот такую интересную подставку для разных украшений из из бисера и не только это и разные кольца вот здесь жена просто плетет вот решили для нее сделать такую штучку особую также это и разные серьги которые вот вешается вот так это очень интересная штуковина и делается она очень нетрудно очень быстро и легко и кстати недорого и так что понадобится нам для для этой конструкции может возникнет вопрос что вот это такое вот что это сейчас я покажу так вот так пусть она чуть-чуть в кадре будет вот так вот значит вот вот эта штука это обычная вот если здесь прочитать обычный органайзер для вот камеры давай бери бери камеры брать не хочет ну ладно здесь на вообще написано что это органайзер для канцелярских товаров вот он выглядит вот в таком собранном виде вот так вот ножницы ручки резинки точилка там по мелочи то что обычно используют школьники да и не только в офисах обычно стоит и так чтобы собрать вот такую вот подставку не высокую не низкую нужно будет таких использовать два органайзера и так пусть пока постоит этот старой сторонке так два органайзера освободим его от два одинаковых также нам понадобится обыкновенная банка из-под любимого кофе кому-то любимого кому-то не очень маг кофе пустая банка вот это она будет служить по такой подставкой крышку банки убирать тоже не стоит потому что она будет создавать но более такой мягкий эффект когда нужно будет по столу двигать чтобы она не царапала поверхность стола и так значит будет использована банка но чтобы не было видно этого мак кофе мы используем обычный фрагмент ламели из-под жалюзи это вертикальные жалюзы необычно так вот висят это называется ламель вот решили выбрать такой цвет просто и его используем то есть обернем банку с этим цветом с помощью пистолета клеем мы заклеим потом предварительно просверлим дырку или после этого поставим эту банку затем на нее поставим вот эти вот и скрепим их с помощью вот такого болта этот болт 6 на 120 его длина также понадобится нам чтобы закрутить потом этот болт понадобится бита десятка обычно или ключ ну ключом не подлезешь бита то есть нужно будет его вот так вот таким методом закручивать через одну через одну эту конструкцию ну и понадобится гайка также понадобится отвертка ну и то чем крутить это шерповерт и сверло на 6 можно меньше можно больше взять ничего страшного потому что гайка вас спасет ну и конечно же понадобится клей вот такой клей пистолет китайский вот он уже готов к работе уже хорошо готов к работе либо если у вас такого чудо техники нет обычный клей можно использовать для заклеивания вот этой вот этой ламели как я говорил итак но я буду использовать клей китайский поэтому этот его я уберу итак вот все это сборе итак от слова к делу приступим начале нужно просверлить дырочку в нашей банке для этого мы выбираем центр центр можно отметить для себя ручкой или карандашом как правило на банке это центр определяется легко вот можно как-то сделать эту отметку вот я я ее вижу затем сверлим отверстие в банке с помощью нашего дыр шуруповерта так готова посмотрим зайдет ли наш болт туда болт наш заходит отлично теперь мы обклеиваем эту банку обклеиваем с помощью нашей вот этой ламели начале я ее специально длинную взял можете подумать зачем ну если сделать на один оборот то это будет но здесь прийду немножко просвечивает банка но камера конечно как не так видит но на самом деле хотя нет видно звезда видно надпись баку этот года полости видно четвертое на два слоя сделать то ее уже не будет так сильно заметно в посту их глаза глаза два слоя не видят камера данной видите ствол спосвол это что приклеена видит вот эти все надписи глаза человека не видит вот значит и для этого что делаем берем клей и промазываем одну из сторон вот наносим сюда клей вот так вот как пользоваться клеем кстати там есть у меня одно из видео как я использую этот клей если кому интересно можете посмотреть затем берем ставим этот промазанную сторону на на полосу чтобы это было ровно вот так клей горячий осторожно можно немножко обжечься вот в полосе все у нас ровно затем предварительная примерка того что у нас получилось не получится отлично очень красиво будет чтобы она не болталась это можно где-то вот опять же здесь же нанести еще один слой клея чуть подальше чтобы она уже была закреплена во втором месте это для удобства например но в произвольном месте это нет такого понятия где надо именно произвольном месте где хотите итак второй раз нанес я и теперь опять вот его заклеиваю на этом месте горячо все теперь дальше выкатываю довожу до конца и вот можно подтянуть чтобы она была ровненько вот так вот здесь теперь проклеиваю я еще раз в этом месте можно чуть меньшим слоем нанести и желательно по краю потому что она должна склеиться хорошо должна схватиться так все заклеил клей быстро сохнет можно чистить его от всяких этих остатков клея так это нам не нужно отключим сузетку беру так вот это готово теперь можно закрыть крышкой и вот в таком виде она будет вот использоваться вот так вот стоять вот таким образом крышка закрывать пока рано на самом деле просто посмотрели как она будет итак теперь сверлим отверстие в нашем органайзере вот эту штуку можно убрать это обычно наклейка его если она не убирается ничего страшного лучше убрать чтобы было покрасивее убрать наклейку сверлим вот здесь кстати мужа центр отмечен тут уже даже думать не надо и так вот тем же самым сверлом сверлим здесь отверстие так раз отверстие вот видим да болт через нее должен пройти но если нет не проходит можно немножко его высверлить отлично то же самое делаем со второй объясню почему болт у меня 120 120 длина она зависит от самого самой высоты этого органайзера то есть вот от этой вот до этой вот это вот высота этого органайзера он сам идет 95 если болт взять сотый есть магазине он может не подойти потому что он будет маленький вот я решил взять 120 чтобы нужно наверняка было итак этот болт теперь просовываю сюда вот он вылез теперь его же я просовываю во второй органайзер органайзер вот так вот он вышел получается вот два вместе уже соединены друг с другом да затем я беру баночку из-под кофе ну и уже догадались что должен с ним сделать я продеваю сюда и вот она вышла вот так затем шайбу вот на этот гайка одеваю попал с первого раза попал кстати когда собирал первый органайзер но нужно быть осторожным смотря какую какую банку из-под кофе берете мак кофе славится тем что у него очень острые края поэтому легко порезать рук или палец и так должен я сейчас надеть гайку так да пока полюбуйтесь этим органайзером уже готовы я просто боюсь за пальцы чтобы они порезались у меня что-то оказалось намного сложнее в первом случае было прям хорошо так попытка номер три у меня идет вот почти уже закрутил но тут понятное дело так беру биту теперь обычно бита и вот ее одеваю вот сюда на вот этот вот таким способом и закручиваю теперь так просто легче крутить так вот сейчас пошло что закрутка сильно все все стой стороны рукой придерживаю чтобы она не прокручивалась но это такая элементарная вещь и так все закручено отлично теперь его можно заполнять но вот таким образом да вот серьги но перед этим надо его привести в порядок да кстати вот чтобы он не царапал на наша крышка была эту крышку мы одеваем на место тогда она не будет так надо смотреть чтобы наша ломелька не повредилась аккуратно повредит денем теперь безопасно будет двигать не царапая пол итак у нас есть кольца которые мы забрасываем вот в эти вот места по желанию как хотите есть серьги которые вешаем сюда хотите сюда повесить но это уже ваша жена уже разберется куда повесить вот такие кстати милые котята есть вот итак вот таким образом можно заполнить этот органайзер и кстати есть одна немаловажная деталька в этом в этой конструкции это сам этот банка от кофе она может использоваться как некий такой женский тайник не знаю что там женщина будет хранить в этом тайнике но возможно какую-то самую свою не знаю может быть так она сделает это в общем так он будет лежать да а может деньги будут хранить не знаю это уже просто по усмотрению итак вот таким образом очень так недолго просто с объяснением это получилось долго на самом деле этот органайзер я сделал буквально за минут наверное десять максимум очень быстро здесь просто с объяснением не так вот таким образом можно сделать приятное вашей супруге и порадоваться вместе этим изобретением ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите какие вы используете подставки для подобных вещей такую или другую какую то еще вот так же самое можно сделать при желании и вот таким образом очень высокую если нужно конечно без этого вот но тогда нужно будет покупать шпильку шестерку длинную и уже сверху долю получать ну такие кажется будут очень удобно по высоте итак желаю удачного изготовления всем пока